Индийские традиции С трудностями я столкнулась, когда начала готовить индийские сладости. На их приготовление уходит много времени. Там есть своя специфика, но при желании можно научиться всему. Любимое блюдо семьи – покора. Одна из самых популярных закусок в Индии. Кусочки овощей окунают в традиционное тесто дайзан из нутовой и гречневой муки. Затем обжаривают. Закуску подают к чаю. На самом деле конкретного рецепта покора нет. В разных регионах Индии его готовят по-своему. Например, я северянин, и мы не любим слишком острые блюда, но обожаем жареную еду. Пара познакомилась в 2015 году на родине Раула. Она приехала в Индию на фестиваль, а будущий муж курировал гостей из Армении. После знакомства Раул долгое время не мог забыть армянскую красавицу. Первое, на что обратил внимание Раул – скромность и аккуратность Анны. Безостановочно звонил и писал. Анна долго думала и согласилась. Сыграли роскошную армянскую свадьбу. Уехали в Индию, но через год вернулись в Армению. После учебы в Ереванском медицинском университете я вернулся домой, но продолжал поддерживать связь с армянскими друзьями. Постоянно спрашивал, не найдется ли работа для меня. Я очень скучал по Армении и по своим друзьям. После приезда в Армению мы вместе с женой устроились на работу в медицинский университет. Я не чувствую себя иностранцем. Меня здесь принимают за своего, и это радует. В доме никогда не бывает ссор из-за различия культур. Раул и Анна решили – религия не повод для споров. На первом месте супруги ставят взаимное уважение. Самое главное для женщины, чтобы супруг любил и уважал ее. Конечно, у него есть определенные строгие черты в характере, но при этом он очень бережно относится ко мне, всегда помогает во всех вопросах. Раул в семье единственный ребенок. И когда родители узнали, что сын выбрал в жены чужестранку, очень удивились. Но первая же встреча с будущей невесткой все изменила. Из чужестранки она сразу же стала дочерью. Конечно, и для Анны, и для нас первое время было нелегко. Ведь разные культуры, разный язык, разные традиции и обычаи давали о себе знать. Но она прекрасная невестка. Вскоре в семье ожидается припавление. Анна и Раул хотят, чтобы ребенок рос в гармонии и легко воспринимал культуру двух народов.